Всем привет! Я знаю, что многие заздались моих видео по видеокартам, и поэтому в том числе я сделал это видео, чтобы более наглядно показать некоторые нюансы в системах охлаждения видеокарт и процессоров, и как они влияют на охлаждение, а значит и на производительность. Сделаю я это в рамках обзора на новые кулера Toll Hair от компании Thermaltake. Новая линейка кулеров состоит из трех моделей, 110, 310 и 510. При близком ознакомстве с этими кулерами оказалось, что 510 модель это та же 310, но с дополнительным вентилятором в комплекте. Имеет ли смысл установки второго вентилятора на кулер относительно малого размера, на этот вопрос я отвечу позже. Многим на первый взгляд 110 модель может показаться идентичной 310, но с повернутыми пластинами на 90 градусов. Но это не так. В отличие от 310 модели, 110 4 теплотрубки пронизывают только один раз, а это значит, что теплообмен между трубками и ребрами кулера происходит медленнее. Кстати, про теплотрубки. Они не припаяны к теплостемной пластине, а качественно впрессованы в нее. И в отличие от дешевых нанаймовых китайских кулеров с похожей конструкцией, у них нет зазоров и неровностей между пластиной и трубками. Есть только очень маленький зазор между центральными трубками, но настолько мал, что даже тактильно практически не ощущается. Также отмечу, что компания Thermaltake не изменяет своим традициям и в комплекте с радиаторами поставляет вентиляторы от компании Hongshin, которые зарекомендовали себя достаточно хорошо на рынке. Максимально они раскручиваются в среднем до 2000 оборотов, создают хороший поток и при этом заметно менее шумные, чем многие конкуренты. Также в комплектации кулеров есть фирменная термопаста и трафарет для ее нанесения, которые я и протестирую вместе с другими пастами, которых мне еще не было на тесте, в том числе и Arctic MX-5. Данные кулера совместимы с большинством старых и современных сокетов Intel и AMD, в том числе и с совсем новыми их сокетами Intel LGA1200 и 1700, но у этих кулеров нет совместимости с топовыми платформами Intel LGA2011 и 2066. Для своих кулеров Thermaltake заявляет эффективность в отведении тепла на уровне 140, 170 и 180 Вт соответственно, что немало, особенно учитывая небольшие размеры самих кулеров. Неприсущий мне скептицизм убедил меня проводить тестирование на процессоре Ryzen 5600X, хотя изначально хотел делать тесты на 5800X. Для конкуренции я выбрал два кулера. Стоковый, которым комплектовался процессор 5600X, обычный алюминиевый брусок, к которому прилепили небольшой вентилятор. И по мнению компании AMD, он должен справиться с отведением тепла процессора даже при частоте 4.6 ГГц. О степени нагрузки на процессор, конечно же, ничего не сказано. И еще один конкурент, это протестированный мной два с половиной года назад кулер Sirocco от компании Gelid. Чтобы качественно и самое главное объективно оценивать кулера, я решил ввести дополнительно количественную величину в виде веса кулеров, чтобы оценить соотношение эффективности отведения тепла к весу. Полностью алюминиевый брусок от AMD весит 190 грамм. Кулер от Thermaltake 310 и 510 по 400 грамм. А 110 чуть меньше, так как у него на 4 пластины меньше. Кулер от Gelid весит 617 грамм. После определенного количества тестов я определил, что процессор Ryzen 5600X под нагрузкой в стресс-тесте Limpact с боксовым кулером может работать стабильно максимум на частоте 4.2 ГГц. При этом температура ядер доходила до 85 градусов Цельсия, а процессора в целом до 86. Потребляемая мощность ядер составила 65 Вт, а процессора в целом 100 Вт. Пару уточнений. Во-первых, все системы охлаждения тестирую в режиме максимальной производительности. Конкретно в этом тестировании вентилятор боксового кулера работал на максимум 1860 оборотов в минуту, а вентиляторы других кулеров работали на скоростях около 2000 оборотов в минуту. Во-вторых, все тестирования я проводил с одной и той же термопастой Thermal Grizzly Corionat из громадного тюбика, который мне прислал производитель. В-третьих, не обращайте внимания на третий столбик с максимальным значением частоты процессора. Данная программа имеет люкс отображения максимальной частоты. Не меняя настроек системы, я заменил боксовый кулер на 110-ю модель от Thermaltake и ожидаемо получил более низкие температуры, но не только. Также снизилось и потребление процессора в целом на 8%, а ядер на 12%. Это еще раз доказывает то, что при более низких температурах уменьшаются такие паразитные явления в полупроводниковой микроэлектронике, как токи утечки. Более мощный охлад для центральных процессоров или графических в видеокартах даст вам возможность выставить более высокую рабочую частоту, то есть получить рост производительности. А если вы не увлекаетесь настройками системы, то это значит, что это за вас сделает технология Boost, которая есть и в процессорах, и в видеокартах. И чем лучше охлаждение, тем большую частоту буста вы получите, так как в рамках одного и того же теплопакета этот алгоритм работы будет иметь больше возможностей. И в целом хотелось бы отметить, что в дешевых видеокартах среднего и нижнего ценового диапазона повсеместно используются дешевые системы охлаждения из алюминиевых брусков или незамысловатых производных от этих брусков. У видеокарт с такими системами охлаждения недостаточно хорошо отводится тепло от элементной базы, а это в свою очередь ведет к ее износу или поломкам. Даже несмотря на то, что производители для многих элементов заявляют рабочий теплом температур до 100-125 градусов. Также это и меньшая производительность, и заметно больший дискомфорт, так как в таких системах охлаждения вентиляторы работают практически всегда на максимальных оборотах, что чревато выходом самих вентиляторов из строя через какое-то время, и это далеко не единичный случай. Для проверки заявленных производителем характеристик я решил найти максимальное значение частоты, а соответственно и напряжение для процессора, при котором кулер обеспечит стабильную работу. Ими стали 4,5 ГГц по всем ядрам и напряжением 1,125 В. При этом потребление процессора составило 125 Ватт при температуре около 83 градусов. То есть небольшой запас есть, и по сути 110 кулер может отвести заявленные 140 Ватт. Оставив максимальное значение системы для 110 кулера, я провел тест на 310, и получил снижение температуры более чем на 10 градусов, что подтверждает мои слова о том, что двойной контакт трубок с радиаторными пластинами увеличивает скорость теплопередачи, а соответственно и скорость рассеивания этого тепла. Также снизилось и потребление, но уже не так сильно, так как и разница в температур не такая большая, как с боксовым кулером, да и сам режим работы заметно затратнее по энергопотреблению. Как в случае с 110 кулером, я решил проверить максимальные возможности и 310. Но с процессором 5600X не смог этого сделать, он действительно был стабилен на 4.6 ГГц по всем ядрам, как заявляет производитель, но больше я от него добиться не смог. Соответственно и режим потребления был ниже, чем мне это нужно было. Но как я и говорил ранее, я решил провести тест с двумя вентиляторами, чтобы наглядно показать наличие или отсутствие необходимости установки второго вентилятора у маленьких кулеров. По результатам 5 тестов, средняя разница составила всего-навсего 2.5 градуса, так что переплачивать за 510 модель я бы не рекомендовал, за исключением того случая, когда вам нужен еще один вентилятор в корпус, и вы можете его получить, покупая процессорный кулер. Заменив процессор 5600X на 5800X, я нашел тот максимум, на который способен 310 кулер. Это 4.5 ГГц по всем ядрам при напряжении 1.2 Вольта и заявленное тепловыделение 170 Ватт. То есть и здесь производитель не соврал. На процессоре 5800X 510 модель показала такую же разницу в температурах с 310, что и на процессоре 5600X, только 2 градуса. Соответственно, профита почти нет, но заявленный 180 Ватт он может отвести в определенных случаях. Для понимания эффективности прямого контакта теплотрубок с процессорной крышкой, я в конкуренты к кулеру Thermaltake взял кулер Gellet, который имеет классическую компоновку и теплосъемная пластина полностью покрывает процессор и к ней уже крепятся теплотрубки. К тому же он на 30% по весу и площади рассеивания тепла больше. Тем интереснее было ожидать результат, который меня поразил сильнее, чем я ожидал. Кулер, который на треть больше, показал разницу в 3 градуса при использовании одного вентилятора и 4 градуса при использовании двух вентиляторов, что в процентном соотношении вообще ничтожно мало. И вывод здесь простой. Исключая посредников передачи тепла в виде теплосъемной пластины и передавая тепло на прямую теплотрубкам, значительно увеличивается сквозь передачи этого тепла. Главное, чтобы исполнение таких систем было качественное и без зазоров и неровностей, которые часто встречаются у китайских дешевых нонеймов. Все тесты я проводил по 5 раз для каждого из пытуного в одинаковых условиях для максимального уменьшения погрешности. Все значения были одинаковыми, в том числе и благодаря моим новым улучшенным условиям тестирования, о которых я расскажу в видео про термопасты. А на этом у меня все. Желаю вам всего наилучшего и до новых встреч.